Коптские ткани представляют собой одну из блестящих страниц христианской художественной культуры Египта с III по VIII век. Это изделия с фигурными и орнаментальными украшениями самого разнообразного назначения, изготовленные из нити неокрашенного льна и цветной шерсти, исполненные в технике шпалерного ткачества. Придения и ткачества принадлежат к числу древнейших видов ремесел, которыми владели древние египтяне. Говоря о коптских тканях, обычно имеют в виду не вообще ткани, производившиеся коптами, а только узорчатые, украшенные вставками, представляющими собой своеобразные маленькие панно разнообразных форм и размеров с орнаментами или сюжетными изображениями. Такие вставки с изображениями античных богов, дионисийских сюжетов, рыбок и птичек занимали видное место на позднеантичных тканях. Некоторые вставки были вытканы на завесах, употреблявшихся в быту или для культовых целей, в церквах. Основная их масса служила некогда украшением одежды, плащей и в особенности туник, на которых они обычно располагались вокруг ворота, на рукавах, на подоле и над коленями. Вазы и корзины, наполненные цветами и плодами в виде больших композиций и орнаментальных украшений на завесах и медальонах, обещали процветание и рисовали картину христианского рая. Коллекция коптских тканей Пушкинского музея, насчитывающая более 500 предметов, связана с именем Владимира Голенищева, известного египтолога. В 1909 году его собрание было приобретено государством для еще строящегося музея изящных искусств в Москве. И в 1911 году, за год до открытия музея, египетские сокровища Голенищева заняли свое место в музее. В начале 1960-х годов, во время подготовки временных выставок и постоянной экспозиции музея, были проведены работы по реставрации многих фрагментов коптских тканей, часть из которых была дублирована на тонкий газ с помощью мучного клейстера. Автором методики реставрации тканей с помощью мучного клейстера был Николай Семенович, хранитель коллекции знамен Эрмитажа, стоявший у истоков создания реставрационной мастерской тканей. Предложенная им методика получила широкое распространение во многих реставрационных мастерских, включая и Пушкинский музей. Однако по прошествии нескольких десятилетий стало ясно, что применение мучного клейстера ускорило процессы естественного старения и привело к ухудшению состояния сохранности от реставрированных коптских тканей. Многочисленные поиски и эксперименты, проведенные специалистами крупнейших исследовательских лабораторий и музеев, позволили разработать методику ферментативной очистки, позволяющие максимально деликатно нейтрализовать старый мучной клейстер. Одним из важных условий проводимой очистки было поддержание температуры раствора в пределах от 37,5 до 38 градусов Цельсия. По окончании обработки фрагмент коптской ткани с изображением птицы был тщательно промыт в дистиллированной воде. Исследования волокон коптской ткани, проведенные под микроскопом до и после ферментативной очистки, показали эффективность такого способа очистки от мучного клейстера. Для дальнейшего хранения и экспонирования фрагмент коптской ткани с изображением птицы среди ветвей был укреплен на дублировочную ткань и оформлен в паспарту.